Задачу по оптимизации президентской администрации поставил сегодня Александр Лукашенко и отметил, она должна стать примером обновления всех государственных органов. По мнению главы государства, нужно повысить роль помощников президента в координации работы с регионами и всеми ветвями власти. В госаппарате должно быть непрерывное кадровое обновление и исполнительная дисциплина. Также необходимо совершенствовать идеологическую работу. Если только хоть один раз на уровне президента или где-то прозвучит упрек в плане бюрократизма излишнего, считайте, что вы работаете плохо. Поэтому начинайте с сегодняшнего дня. Никакой волокиты, никакого сбрасывания, как это было в советские времена и бытует сегодня зачастую. Жалобы заявлений на имя президента, в администрацию президента, вниз. Никакого сбрасывания. Правильно люди нас упрекают. Мы обращаемся к президенту как к последней инстанции, чтобы он разобрался, а письма приходят к тем, на кого мы жалуемся. Я буду считать это махровым бюрократизмом как минимум. И не дай бог мы обнаружим подобные факты. Везде должен быть минимум служащих. За счет этого мы зарплату должны людям нормальную дать. Но зарплату миллионам госслужащих и прочих служащих мы нигде не найдем. Таких денег нет. Только за счет сокращения вы получите дополнительно эти деньги. И плюс еще с бюджета к тому, что вы сэкономите. Мои требования к оптимизации госаппарата неизменны. Необходимо непрерывное кадровое обновление. В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано. Иных просто не должно быть. Президент потребовал проанализировать, насколько эффективно работают организации подчиненной администрации. В частности, Александр Лукашенко раскритиковал за формальный подход Академии управления, информационно-аналитический центр и национальный пресс-центр. Продолжение следует...